Как были явлены в городе Хоразин, то они бы давно покаялись. Я попробую объяснить. Jesus said, If the power of God would be revealed in the Хоразин city, If the power of God will be revealed, then people will repent. You see this. One of the reasons why the power of God will be manifest. The people will be saved. Not everyone. Не каждый будет спасен, конечно. Потому что некоторые не поверили в силу Божию. Но Господь сказал, что если бы в некоторых городах были явлены такие силы, которые явлены были в неверующем городе Хоразин, то они бы давно покаялись. Итак, сила Божия, она действует для покаяния людей. Для покаяния людей. И эта сила, Господь сказал, вы примите силу и будете Моими свидетелями. То есть, Диане 1.8, Бог сделает тебя свидетелем Господа, свидетелем Его силы. Сила Божия действует для покаяния людей. Второе. Сила Божия действует для исцеления людей и для освобождения людей. Потому что болезнь – угнетение. Если болезнь продолжается очень долгое время, человек начинает унывать. У него не получается, лекарства не помогают. Другие средства народной медицины не помогают. И люди часто испытывают печаль. И некоторые люди из-за болезни попадают в депрессию. Потому что эта болезнь угнетает их. И поэтому больные люди, они, как правило, большинство из них не являются счастливыми. Потому что они испытывают боль, испытывают страдания. И Иисус Христос пришел, чтобы взять нашу боль, чтобы освободить нас от страданий. Слава Господу! И Он посылает церковь. Он посылает христиан. И Он говорит, если бы сила Божия была явлена в Нарве, если бы сила Божия была явлена в Аура, если бы сила Божия была явлена в Ауре, если бы сила Божия была явлена в Нарве, если бы сила Божия была явлена в Таллин, в Осло, тогда многие люди будут сказаны. Библия говорит, если бы сила будет явлена. Это одна из причин, почему нам нужна сила Божия, чтобы люди спаслись. И когда чувствуют, что сила Господа в человеке, то это легче принять спасение. It is a better way to receive salvation when there is a power of God in the church. Итак, сила служит для покаяния. Сила служит Божия для чего? Для свидетельства. Третья. Для исцеления, для покаяния, для свидетельства. Что еще? Для противостояния сатане. Сила существует для того, чтобы противостать дьяволу. Откроем Эфесянам 6 глава. Эфесянам 6. Десятая стих. Эфесянам 6.10. Обратите внимание. Наконец, написано, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. То есть, становитесь крепче, сильнее. Написано, чтобы стать против козней дьявольских. Давайте вместе скажем, чтобы противостать. Чтобы против козней дьявольских. Облекитесь в силу. Потому что, написано, наша брань, то есть, наша битва не против плоти и крови. То есть, мы не сражаемся друг с другом. Нам не надо сражаться со свекровью, с невесткой. С тещей, с тестем, там, брат, с сестрой. Это не наша битва. Господь говорит, наша битва против сатаны. Для этого примите все оружие Божье. Чтобы противостать в день злой. И все преодолевшее. Скажем, противостать. Три разы здесь говорит, чтобы противостать. То есть, в силу Бога нужна для нас, чтобы противостать. Библия говорит нам, смиритесь перед Господом и вознесет вас. Противостаньте дьяволу и убежит от вас. Нам нужна сила. Если воин пойдет на сражение, без щитоверы, без щита, без меча, без брони, он открыт. Если войска спецназа, или десант, или морская пехота, или просто пехота, пойдут вперед, без бронежилетов, без шлема, без... Сейчас уже у полиции имеются щиты, большие щиты, чтобы... Не пули не пробиваемые, чтобы... Когда они штурмуют какое-то здание. Если они пойдут таким образом, они будут поражены. Господь говорит нам. Господь говорит нам не просто красивую историю о воинском обмундировании. Он говорит необходимые качества в духовном одеянии. И Он говорит, укрепляйтесь силой. И наша сила заключается в нескольких элементах. Бог говорит, что вера имеет силу. Вера. Faith has power. Faith has power. Shield of faith. Это щит веры имеет силу. Какую силу? Противостать. Противостать. Слово имеет силу наступать, атаковать. Но вера, она противостает. Вот в книге Галатам написано следующее слово. Что имеет вера, что имеет силу сегодня? Павел говорит Галатам 5-6. Что я скажу буквально. Павел говорит обрезание не имеет силу. То есть, если бы израильтяне в завете Господа, и как дети, как они мальчиков, этих маленьких восьмидневных детей, они обрезывали, то есть как завет, то Павел говорит, это уже не имеет силы. Не имеет силы. Но силу имеет вера, которая действует любовью. Faith through love has power. Faith through love. Вера через любовь имеет силу. Почему через любовь? Потому что любовь это характер Бога, а вера это его принцип. Уверенности в невидимом. Но Бог говорит так, что без любви я ничто. Павел говорит, без любви я ничто. Божье Слово говорит. Бог говорит нам, что без любви, 1 Коринфянам 13, я ничто. Теперь, без любви я звенящий металл. И дальше, без любви мне не будет пользы. То есть, если я даже отдам имение. Три вещи. 1 Коринфянам говорит нам, 13 глава. Если я не имею любви, то мне нет пользы. Друзья, запомним это. Это очень серьезно. То есть, если я и ты. И сегодня я хочу сказать о вере, которая действует любовью, через любовь. Поэтому нам нужно кормить голодных. Нам нужно любить этих людей. Нам нужно протягивать руку общения и говорить, Бог тебя любит. Бог любит тебя, любить каждого человека. Без любви не будет пользы. Просто звенящий металл. Знаете, если бы музыкант играл бы, например, час, два, три, пять часов, просто вот бил бы по тарелке. Я думаю, что он сам бы от этого устал, и мы бы все устали. Но это идет вместе с музыкой. И тогда это красиво. Вместе с оркестром. Поэтому, когда вера, она проявляется, она не проявляется. The faith is not something aggressive. Faith is full of love. Когда вера проявляется вместе с любовью, это получается, как несколько инструментов вместе. Понимаете, да? То есть, если бы я стал только ударять по металлу, это был бы утомительный звук. Но если я буду ударять по металлу вместе с звуком оркестра, то это будет красиво. Когда я был маленьким ребенком, мне было, может быть, 7-8 лет, в России был струнный оркестр. Там были мандолины, там были гитары, аккордеон и разные инструменты. И я был маленький ребенок, и я с удовольствием смотрел, как они играют. И мне дали такой металлический предмет, назывался треугольник. Треугольник, это был, и он был на такой веревочке. И там были две такие палочки. Одна была тоньше, другая тоньше. И разный звук. Кто-нибудь знает, что такое треугольник? Этот треугольник вручили мне. И я сидел, играл на нем. Этот треугольник, он не имел красоты, когда просто так на нем играешь. Он как-то звучит, звучит, но это надоедает. Но когда он звучал вместе с оркестром, тогда это был такой красивый перезвон. И он как-то сливался с оркестром. Это было красиво. Я видел, как в Брянске, в городе Брянск, играет большой оркестр. И там сидел мужчина. И он играл, такой большой взрослый человек, но он играл на этом маленьком треугольничке. И он издавал прекрасные звуки. Потому что вера вместе с любовью будет прекрасна. Аминь. Без любви, Павел говорит, ничто. Без любви не будет пользы. И без любви, он говорит, это будет просто пустой звук. Когда мы говорим о любви, мы не должны думать, что вот тот брат не любит, вот та сестра не любит. Когда мы говорим о любви, то мы говорим о любви, то мы говорим о любви, то мы говорим, о, как я получу эту любовь? Мы не начинаем думать, о, та сестра не имеет любовь, и тот брат не имеет любовь. Или мы говорим о том, как же я могу так любить, чтобы моя любовь была сильной, чтобы моя вера была сильной. И я сегодня читал, как один молодой человек пришел к Иисусу. И он спросил Господа, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Вот, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? И мы просим, да, выключим, молодцы. Мы выключаем телефон. Он просил, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? А он говорит, а ты читаешь? Что ты знаешь об этом? Что ты читаешь? Он говорит, слово говорит, возлюби Господа всем сердцем. Возлюби всей душой, всем разумением, всей силой. И возлюби ближнего, как самого себя. И Господь говорит, ты правильно отвечал. Поступай так, и будешь жить. Смотрите, человек спросил. Господь сказал ему, люби людей, и ты будешь жить. Потому что он сказал ему, люби Господа, люби ближнего, люби Господа всем сердцем, люби ближнего Господа всей душой, всеми силами. А ближнего как? Как себя. Правильно. Так будешь жить. И тогда Господь сказал ему, он говорит, а кто мой ближний? И Господь сказал ему историю, что там был человек, на него напали разбойники, ему стало плохо, он едва остался живой. И вот кто-то помог ему. Вот он проявил любовь. Итак, вера, она обязательно действует вместе с любовью. Поэтому нам нужно любить наш город. Нам нужно любить людей, приглашать их на эти собрания. We must love people in our city. We must invite them, hundreds of them, to come to the meeting and bring them love. И today I saw two homeless people, two homeless people. I invited them, of course. They were sitting very close with a garbage place. I said to them, come tomorrow, come on Saturday. They said, yes, yes, we heard about this. We will come, they said. Двое сидели, мужчины и женщины, недалеко от контейнера с мусором. И я сказал, приходите в субботу. Они сказали, да, мы придем, мы слышали об этом. Вот, то есть я сказал, приходите в субботу. Поэтому как важно, чтобы мы любили людей. Итак, нам нужна сила, чтобы проповедовать, скажем, чтобы проповедовать, чтобы исцелять больных, чтобы покаялись люди через это, чтобы делать добро. Вы знаете, что Христос был исполнен силой, и Он ходил благотворя. Дианис 10, 38 говорит, Иисус из Назарета был исполнен силой, и Он делал добро. Это значит, the power of God is also good to do good work. The Bible says about Stefanos, Stefanos in Bible, Stefan in Bible. He has a power, and he was feeding people with the food. So, the power of God was helping him to do this ministry. И поэтому я скажу по-русски, что Стефана была сила. И если у него была сила, это не значит, что он не должен был кормить людей, а только молиться за исцеление. Но Стефан, он также кормил в силе Божьей. Он накрывал эти столы, он заботился о сиротах. Это была сила для служения. И Библия говорит, я подчеркиваю, Христос был наполнен Духом Святым и силой, и ходил благотворя, то есть творя добро, и исцелял всех угнетаемых дьяволом. Поэтому сегодня я проповедую о силе Господа, чтобы мы укреплялись. Слово говорит, кто есть сильный. Библия говорит, также мудрый человек, он будет сильным. И разумно укрепляет силу свою. Библия говорит, что мудрый человек и мудрый человек будут сделать его силу сильнее. Мудрый человек, он пытается сделать зарядку, он пытается укрепить свои мышцы. И мудрый человек в вере, он будет наполняться силой. Он скажет, мне нужна сила Божья. Я буду проповедовать, я должен молиться за больных, я должен делать добро, и я хочу это делать в силе Духа Святого. Слава Богу! Когда мы подаем пищу, когда мы раздаем одежду, когда мы дотрагиваемся до людей, сила Божья может идти через наши руки. Слава Господу! И людям будет легче, когда мы с ними просто поздороваемся. Он будет чувствовать себя лучше, он может исцелиться. Слава Господу! Итак, вера имеет силу. Евангелие имеет силу. The gospel is the power of God. The faith has a power. The gospel has a power of God. Romans 1. Римлянам 1 говорится. И силу имеет кто? Святой Дух. Бог имеет силу. Что Бог может сделать силой? What God can do with the power? Bible says that God will do more than we ask or think with the power that works in us. Бог сделает больше того, что мы просим и помышляем, чем силы, действующие в нас. Бог сделает больше. Я хочу закончить. I will finish very soon. Это Ефесянам 3.20. Здесь написано. Вот. Я хочу, чтобы мы посмотрели. Как тебя зовут? Анечка. Я сегодня видел тебя на улице, когда ты шла, но ты меня не видел, я ехал на машине. Я подумал, Анечка, Анечка, вот, была на собрании в церкви в среду. Думаю, как хорошо, что вы в среду. И сегодня Бог говорит Ане, Бог говорит мне, Бог говорит тебе. God speaks to every person. Ефесянам 3.20. Я попрошу, Анечка, прочитай нам вслух. Вот смотрите, что Господь говорит. Это не только я говорю. Не стесняйся. Просто один стих. Смотри, 20. Сейчас покажу тебе. 20 стих. Не стесняйся. Вот оно подчеркнуто. Видишь, желтый. А тому, кто действующий в нас силу мою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Тому славу. Тому славу в церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века. Аминь. Спасибо тебе. Спасибо. Ты уж не переживай. Прославим Бога за это слово. Молодец. Вот. Смотрите. Тому, кто действующий в нас силой, может сделать. So he will do more, than we ask or think with the power that works in us. It is not our power. We are nothing ourselves. Он сделает больше. И поэтому церкви, поэтому нам нужно молиться о силе. Поэтому девочки и мальчики должны быть сильными. Я встретил одну пожилую женщину. Она сказала, я получила письмо от девочки Кристины. Наверное, из нашей церкви, она говорит. Она написала мне, потому что, я не знаю, здесь ли эта девочка или нет, но она такое красивое письмо написала этой женщине, потому что женщина говорила, почему столько зла в этом мире? И это письмо было ответом. И она говорит, передай этой девочке спасибо.